Ну что, продолжим с нашим световым колесом. И теперь мы сделаем просто простое упражнение. Я себе нарисовала круг, расчертила его, как колесо. И вы просмотрите видео, а потом сами попробуйте похожее сделать. И я использую акварель. Я знаю, может быть было лучше на палитре, но я буду проще делать. Используйте акварель так, который у вас есть. Вот у меня есть вот такой красный. Я не знаю, насколько он по законам красный. Видите, мой более немножко малиновый. Но дело в том, что когда я буду соединять со своими цветами, у меня получится гамма согласно моим возможностям. И я буду эту картину, которую я потом буду рисовать, используя эту гамму, буду согласно рисовать с теми цветами, которые у меня есть. Это кадмий-мелый. И с этой стороны голубой у меня кобальт-блю. Теперь я заполню полностью. Дети очень любят это упражнение делать. Если кто в школе работает с детьми, они прямо любят это упражнение делать. Особенно если вот карандашами. Так, это у нас будет мой красный. Теперь синий. Синий обычно голубой, синий обычно ядовитые такие цвета. Тяжело кисточку от них хорошо вымыть. Поэтому я, когда буду желтый делать, то я возьму новую кисточку. Видите, акварель хорошая, не потекла. Вот здесь соединилась. Она может со временем начнет чуть-чуть течь, но сильно не потекла. Не даст разводов. И желтый. Вот это наши первичные цвета. Теперь вторичные цвета. Красный и желтый в одинаковой пропорции. Даст оранжевый. Мы посмотрим, какой у меня оранжевый получится. В акварели, в чем сложность, это одинаковую пропорцию определить. Поэтому я опять буду выдавливать вот сюда, где у меня должен быть оранжевый. И тут же я и смешаю на этой бумаге. Желтый. Вот примерно одинаковое количество. Теперь я их смешаю хорошо, прямо вот здесь. И вот такой у меня какой красивый оранжевый получился. Видите, взяла в другой красный. Я бы и не знала, что такой будет красивый оранжевый из этих двух цветов. Вот этот кадмиум желтый. И я даже слово такое не произнесу. Цвет какой-то розы. Так, а теперь вот этот же оранжевый я сюда намажу. Перенесу. И сюда перенесу. С этой стороны я добавлю больше красного со своему ножа. И мне еще надо больше оранжевого здесь. Теперь я смешаю с этим красным. Красный такой сильный, что даже побеждает этот оранжевый. И с этой стороны желтый. Оранжевого может недостаточно быть. Но ничего, вы технологию сам понимаете. Я сейчас нечаянно сюда брызнула. Не пугайтесь, когда такое получается. К тому же это у нас эксперимент. Особенно на картине это вообще всегда хорошо выйдет. Видите, как оранжевый уже подсох за это короткое время. И не растирается, не расходится. Кстати, интересное свойство. Вот этот цвет, который видно под низом. По-английски называется permanent. Наверное, по-русски перманентный. Постоянный цвет. То есть, это значит, красный был постоянный цвет. То есть, это значит, вы если что-то этим цветом нарисуете, дадите ему высохнуть, потом сверху рисуете другим цветом, тот цвет не будет размываться, расплываться и будет проходить через ваш рисунок. Давайте я чуть сюда добавлю. Чуть-чуть сюда красного добавим, чтобы всё-таки добиться результата. ещё чуть-чуть красного. Можно этого же ещё сюда добавить оттенка, чтобы его светлее сделать, чтобы всё-таки было больше, подходило к нашей теории. Так, ну теперь с другой стороны будем делать голубой, cobalt blue. На Украине мои учителя по рисованию всегда меня ругали, что я говорю просто голубой, чтобы надо говорить утрамарин или кобальт. Я считаю, жизнь надо проще. Главное, чтобы наслаждение было. Так, как-то уже не важно, как этот цвет называется. Так, и теперь точку красную. Ну, как удачно одинаковое количество вышло. Ну что, посмотрим, какой фиолетовый получится. Красавец! Смотрите, какой красивый цвет. Знаете, теперь, когда мне нужен будет красивый фиолетовый, я просто возьму два этих цвета и смешаю. Вот для этого этот color wheel и полезен, что когда вы берёте свои краски, вы не знаете сразу, что получится. У каждой фирмы будут разные оттенки. Вы будете пробовать дома, и вы увидите, у вас будет другой фиолетовый, другой красный. Всё будет получаться другое. Теперь опять же, если бы я... О, красный попался где-то на кисточке. Опять же, если бы я очень хорошо много этого цвета смешала, то не мешает его перенести. Сюда мне надо ещё синего чуть-чуть, из-за того, что мне красный попался на кисточку где-то. Он в одинаковой пропорции смешался. Теперь вот этот оттенок мне надо перенести сюда, на эту сторону, и на эту тоже. На эту мы больше красного добавим. Я просто перевернула кисточку, потому что я знала, что у меня там где-то комок красного. Сюда нам немножечко больше красного, в эту часть. Этот красный такой, сильный красный, он побеждает все цвета. В одном из видео я сказала, что я видела картины художников современных, которые акварельны, акварели, которые не отличишь от масла, пока близко не подойдёшь и не поймёшь, что это на бумаге. Вот это одна из таких красок, которая, видите, какая она густая, как она хорошо получается. Даже я много воды добавила, и всё равно. Так, а с этой стороны я больше добавлю хобальт блю голубого. И опять вот этот красный оттенок уже высох внутренне, и не смешивается. Пройдётся, по-английски называется читин, добавить любого красного оттенка. Читин, это значит, это как, когда, типа, когда контрольную делаете, из-за шпаргалки списываете, вот это вот читин. Так, вот у нас удачный цвет получился. Ну, и теперь эта часть, зелёная. Для зелёного я беру в одинаковой пропорции жёлтый. Так много выдавило, что у меня теперь лишняя краска в тюбике. Я этот жёлтый перенесу вот сюда, потому что у меня с этой стороны надо будет жёлтый, даже ещё можно перенести. Так, значит, жёлтый и синий. Здесь мне надо хорошую такую точечку жирненькую выдавить синего. Нормально. Пойдёт. Вот, смотрим, какой зелёный. Такое впечатление, что синего больше надо. Да, синего больше надо. Уж слишком жёлтый. Сильный жёлтый какой. Обычно жёлтый цвет такой слабенький, что его надо больше добавлять, чем других оттенков. Так, что-то у меня зелёный не получается. Может, это такие... Все краски это ведь химикаты. Может, это такие химикаты, которые такой зелёный дают. Сейчас я ещё жёлтого добавлю. Жёлтого, синего я имею в виду. Хотя он всё равно не получается такой густой зелёный, как я ожидала. Вы видите, что значит? Что если рисовать вот такую, вот такие цветы вот этой гаммы, то зелень должна быть вот такая приглушённая, не яркая. Иначе тогда вся картина будет яркая, ядовитая. Так, теперь этот же зелёный я перенесу сюда, плюс больше голубого. И на эту сторону больше жёлтого. Жёлтый у меня уже есть. Теперь я этот голубой смешаю с зелёным. Вот это бы теневой цвет был в тени. Вот такой у меня вышел калавелл. Надеюсь, что у вас тоже получится, и вам упражнение понравится, и вы будете знать свои краски, как ими лучше пользоваться. Что ещё тут можно обратить внимание? Неплохо бы хорошо знать, где холодная гамма, где тёплая гамма. Сейчас я разделю. Значит, начиная вот с этого жёлтого и вот этот фиолетовый. Вот это тёплая гамма. Сейчас я её закрою. То есть, то, что у меня осталось, вот эта сторона холодная. Вот это всё холодная оттенка. Несмотря на то, что это желтоватый, всё равно это холодная оттенка. А с этой стороны у меня тёплые оттенки. Видите, вот этот фиолетовый тоже считается тёплым оттенком. Фиолетовый часто используется в тенях. Ну вот, в принципе, и всё про теорию цвета. Я бы вам советовала поупражняться пару раз. Вот это вот сделать. научитесь хорошо эти краски смешивать, чтобы получать цвет, который вы хотите. Неплохо бы было ещё взять потом чёрный и добавить чёрный везде. Но это надо делать, я вам скажу сразу, потому что высыхает быстро акварель. И вот здесь по чуть-чуть смешать чёрным. и вы тогда увидите, какой оттенок в тени будет получаться. Вот здесь уже, кстати, видно, да, как будто идёт подсквозь вниз. Ну что, успехов вам! Надеюсь, что вам понравилось это видео. Упражняйтесь. посмотрите в интернете ещё каких-то какие-то видео или какие-то другие теории. Удачи! Игорь Негода